Эфир канал ОТС продолжает программу экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Фигурант по делу был объявлен в международный розыск. Судом заочно было вынесено решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения по стражу. Сбежал за границу, изменив внешность, но конспирация не помогла. Убийцу этапируют на строгую зону. Барлин назначен наказанием в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Едва не зарезал любимую на глазах свидетелей. Мигранта приговорили в Новосибирске. Многомиллионный ущерб в результате халатности высоковоставленного железнодорожника отдают под суд. А начинаем с серьезного пожара, который произошел в Ленинском районе Новосибирска накануне поздно вечером. Огонь вспыхнул в четырехэтажном здании, где раньше располагался отдел полиции. Смотрите! Жители Левопережья наблюдали, как больше 60 спасателей и два десятка спецмашин ликвидируют масштабный пожар во втором переулке Пархоменко. Огонь практически полностью охватил помещение, где раньше работали оперативники и следователи МВД. В воздух поднялось огромное облако черного дыма. На момент прибытия первых пожарных спасательных подразделений было установлено, что в неэксплуатированном здании происходит открытое горение. На втором, третьем, четвертом этажах огонь уходит на кровлю. Для координации сил на месте создали оперативный штаб от ближайшего гидранта. Огнеборцы проложили магистральную линию и подали на тушение сразу четыре ствола. На локализацию возгорания бойцам МЧС понадобилось 38 минут. Площадь возгорания составила 800 квадратов. Не исключено, что к ЧП в заброшенном здании привела детская шалость или попытка бездомных согреться. А в поселке Мичуринском на улице Центральной сегодня днем пожарные спасли жильца частного дома, который попал в огненную ловушку. Пострадавшего вынесли из полыхающего жилища без сознания. Однако еще до прибытия медиков пожарные сами смогли реанимировать мужчину и привести его в чувства. В горящую квартиру им пришлось проникать через окно. На локализацию пламени у расчетов ушло примерно полчаса. И еще через 7 минут пожар был полностью ликвидирован. Из-за чего он произошел, выясняют специалисты. Новосибирский областной суд поставил точку в деле об убийстве, совершенном почти 10 лет назад. Обвиняемому в 2013 году было всего 22. И ночь на 30 апреля он провел в компании двух девушек легкого поведения. То рандеву в Ленинском районе закончилось поножовщиной. В квартире дома номер 2 по улице Титова было найдено тело молодой женщины. Ее раненая подруга смогла выбраться на улицу и позвать на помощь. Клиент Путан, уроженец Узбекистана Алишер Абдулаев, пустился в бега. В феврале 2014 года производство предварительного следствия по делу было приостановлено в связи с розыском лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Фигурант по делу был объявлен в международный розыск. Судом заочно было вынесено решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Вероятный убийца спрятался на долгие годы и даже сделал пластическую операцию, чтобы никто его не узнал. Задержали фигуранта только прошлой весной в Казахстане. Из Нурсултана обвиняемого экстрадировали в Новосибирск и доставили на допрос к следователю. Свою вину мужчина признал частично. Заявил, что проститутки сами на него напали и пришлось обороняться. Но Ленинский районный суд в его версию не поверил, приговорив к 17 годам лишения свободы. Это решение Абдулаев попытался обжаловать в вышестоящей инстанции. Однако безуспешно. Приговор вступил в законную силу и теперь осужденного этапируют на строгую зону. Другой 30-летний мигрант, который прошлой зимой едва не зарезал свою бывшую сожительницу в центре Новосибирска, тоже выслушал обвинительный приговор. В ходе следствия установлено, что 9 декабря на улице Советская в городе Новосибирск у входа в кофейню «Прайм Тайм» мужчина подошел к ранее знакомой 38-летней женщине и из ревности нанес ей удар имевшимся при себе ножом в жизненно важные органы. Однако в результате этого нож сломался и фигурант по делу кулаком руки, держа рукоять ножа, стал наносить множественные удары в область головы потерпевшей. После того, как возлюбленная выставила Амиля Джафарли за дверь, пылкий мужчина еще несколько месяцев продолжал терроризировать женщину. Кровавую расправу злоумышленник пытался учинить на глазах маленькой дочери своей жертвы. Вооружившись ножом, он подкараулил работницу общепита возле кафе, где она работала поваром, но не смог довести свой преступный умысел до конца. На крики потерпевшей прибежал случайный прохожий, который вызвал скорую помощь и полицию. Налетчик сбежал, прихватив с собой чужой телефон, так что судили его за покушение на убийство и грабеж. К другим темам директора филиала РЖД накажут за халатность, которая привела к ущербу почти 84 миллиона рублей. Уголовное дело начальника западно-сибирской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Николая Половых закончили расследовать сотрудники комитета на транспорте. По их данным, почти 10 лет назад предприятие заключило договор с одной из компаний на оказание услуг. Но фигурант никак не контролировал выполнение обязательств, что и привело к огромным убыткам. Обвинение уже утвердил прокурор, так что в ближайшее время начнется судебный процесс. А сейчас, внимание, розыск. Полицию железнодорожного района Новосибирска интересует мужчина, которого уличили в краже. По оперативной информации, этот человек, находясь в магазине на вокзальной магистрали, похитил куртку. Если вы располагаете сведениями о личности или местонахождении подозреваемого, позвоните по телефону, указанному на экране. Анонимность гарантируется. Мы же посмотрим, что произошло у наших географических соседей. Рубрика «Территория Сибирь» завершает программу. Полицейские Тюмени задержали этого мужчину по подозрению в разбой. У своей старой знакомой под угрозой ножа он забрал телефон, золотые серьги и банковские карты. Перед отходом, запугав женщину и избив ее сожителя, злоумышленник узнал пин-код. В ближайшем банкомате снял больше 150 тысяч рублей. Основную добычу спрятал в тайнике и отправился по магазинам. В Томске уличное нападение на пожилого прохожего закончилось смертью потерпевшего. Произошло это еще в начале лета. Пенсионер получил единственный точный удар в голову кулаком. И только сейчас правоохранители смогли вычислить того, кто совершил преступление. Фигурант уже дает показания следователю. Кстати, молодой человек профессионально занимается восточными единоборствами. Пришли, разбросали приглашение. Любую неисправность по электронике сделает. 92-летняя жительница Омска попалась на уловку лжеучителя. Она позвонила по рекламному буклету. Лежавшему в подъезде пригласила специалиста по компьютерной грамоте. Бабушка давно хотела освоить современные гаджеты. Тот самый гуру интернета пришел, прочитал лекцию, настроил смартфон и выставил пенсионерке счет. 116 тысяч рублей. 20-летнего афериста уже нашли. Он полностью раскаялся и обещал вернуть деньги. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. И там же, на территории Омска, транспортные полицейские раскрыли кражу сумки в электричке. Причем не простой, а портфеля контролера-кассира. Забывчивая ревизор оставила свое имущество в вагоне поезда пригородного сообщения. Когда опомнилась, служебные документы, терминал оплаты и наличка исчезли. Оказалось, сумку к рукам прибрал ушлый пассажир. Бывалый рецидивист, неоднократно сидевший за различные преступления. Ущерб по делу 20 тысяч рублей. Мужчину задержали, правда, деньги он успел потратить. Сейчас раскаиваюсь. Вину свою признали полностью. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции экстренного вызова. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова